В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. На московском коксогазовом заводе отметили профессиональный праздник День Металлурга. Я думаю, что во всех профессиях самое сложное это найти общий коллектив. В Московской области продолжается социальный раунд по безопасности дорожного движения «Трезвый водитель». Проводится ряд различных мероприятий, направленных на профилактику даже транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Новые детские площадки, где установят и как будут выглядеть. Качели-балансир для детей помладше и большая песочница 20 квадратных метров. Ежегодно в третье воскресенье июля свой профессиональный праздник отмечают металлурги. Наша съемочная группа побывала на московском коксогазовом заводе, где сегодня в торжественной обстановке чествовали лучших работников. У здания завода управления собрались работники непростой, но очень важной профессии – люди огня и металла. Здесь проходило празднование Дня Металлурга. Поздравление главы Ленинского городского округа Станислава Катарова передала виновникам торжества его заместитель Анастасия Гайриш. «Искренне благодарю сотрудников завода за поддержку трудовых династий, ветеранов войны и труда, за приверженность традициям, установленным первыми строителями города Видное. Важно, что эти ценности продолжают передаваться и молодому поколению. Желаю вам и вашей команде новых творческих успехов и талантливых единомышленников». В 1951 году коксогазовый завод выдал первую партию кокса. Именно с этого времени начинается история градообразующего предприятия. На протяжении долгих лет уже три поколения металлургов поддерживают на предприятии производственную деятельность, осваивают новые техники и оборудование. «И сегодня завод реализует полномасштабную экологическую программу. Мы на сегодняшний день произвели капитальный ремонт 11 простенков коксовых камер. Расширяется БХУ, строится новая коллекторная система». За многолетний добросовестный труд сотрудника московского коксогазового завода были вручены почетные грамоты и благодарственные письма от администрации и Совета депутатов Ленинского городского округа. «Вы были первооснователем и всегда приятно дотронуться до истории. И в этот знаменательный праздничный день вспомнить ветеранов и увидеть то, что вы продолжаете делать все для того, чтобы градостроительное предприятие коксогазовый завод продолжал жить». Среди награжденных начальник участка подвижного состава Руслан Ахмеджанов работает на москоксе более 10 лет. Считает, главное в его профессии – это взаимопонимание в коллективе. «Я думаю, что во всех профессиях самое сложное – это найти общий язык с коллективом. Тем более, когда руководителем работаешь, коллектив – штатное расписание 40 человек у меня в подразделении, а в наличии чуть больше 20. И все равно с ними надо найти общий язык, распределить по сменам своим. Это такая работа, которую не столько физически занимают, а морально». Елена Жемчужникова на заводе с 1976 года о другом месте работы никогда не задумывалась. Хотя за это время сменила несколько специальностей, но все на родном предприятии. «Я работала в мучениском питателе, где перекачивают уголь на кокс. Ну, а потом отучилась, работала в гараже размораживания, сейчас работаю оператором культуправления». Сейчас на московском коксогазовом заводе трудится свыше 800 человек. Многие из них – жители Видного, продолжатели трудовых династий. Чьи навыки бережно передаются из поколения в поколение. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ. Сегодня у нас в гостях Иван Кузьминов, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. 18 июля вы и ваши коллеги отметили 97 лет со дня образования органов Государственного пожарного надзора. Можете немножко нам рассказать вообще об истории этого праздника? Правильно. Как вы и сказали, 18 июля 2024 года исполнилось 97 лет со дня образования органов Государственного федерального пожарного надзора. Официальная история службы началась в 1927 году. Именно с этого времени в СССР стали проводиться профилактические мероприятия по предупреждению пожаров, а также контроль по обеспечению пожарной безопасности на всех ведомственных, коммунальных и общественных организациях. Какие мероприятия в округе проходили, посвященные этому дню? Ну, в настоящее время, в этом году, мы наш профессиональный праздник приурочили проведению профилактических мероприятий по предупреждению детской гибели и травматизма в летних детских оздоровительных лагерях, которые расположены на территории нашего округа. Основной целью является формирование базовых знаний по пожарной безопасности, а также обучению навыков безопасного поведения и порядка действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации, ну, а также популяризации нашего пожарно-спасательного дела. Вы приглашали, может быть, гостей в пожарно-спасательную часть? Да, у нас на территории 28-й пожарно-спасательной части был детский лагерь муниципально-бюджетного всеобразовательного учреждения «Седьмая школа», в ходе которым детям дылась данная информация, ну, а также проводились мероприятия в игровой форме. Детям было показано боевое оснащение пожарного автомобиля, ну, и как работают подразделения пожарной охраны в случае возникновения пожара. Но все-таки ваши сотрудники проводят такие профилактические мероприятия на протяжении всего года, да, не только посвященные данному празднику? На постоянной основе мы занимаемся данной работой, да, и усиленное внимание уделяем это как раз-таки в летний оздоровительный период, когда детишки находятся в детских лагерях. Иван, я предлагаю вам поздравить ваших коллег с этим праздником вашим профессиональным. В день образования органов Государственного пожарного надзора поздравляю сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы с профессиональным праздником. Примите самые теплые и искренние пожелания крепкого здоровья, мира и дальнейшего совершенствования профессионального мастерства. Особые слова благодарности нашим дорогим ветеранам за их многолетний вклад в развитие и остановление органов Государственного пожарного надзора и бесценный опыт, который вы передаете молодому поколению. С праздником, уважаемые коллеги и ветераны службы! Спасибо большое, Иван, что пришли к нам в студию. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Иван Кузьминов, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу. В Московской области продолжается социальный раунд по безопасности дорожного движения «Трезвый водитель». Сотрудники госавтоинспекции напоминают водителям, что за собой влечет желание сесть за руль автомобиля в состоянии опьянения. В Ленинском городском округе рейд прошел на Белокаменном шоссе. Сотрудники госавтоинспекции Ленинского округа совместно с коллегами 7-го батальона 2-го полка ДПС Московской области организовали рейд «Трезвый водитель». Видно, на Белокаменном шоссе порядка четырех патрульных экипажей провели тотальную проверку водителей. На территории Московской области проводится социальный раунд «Трезвый водитель», который у нас пройдет до 28 июля. В рамках этого социального раунда проводится ряд различных мероприятий, направленных на профилактику даже на транспортных происшествиях с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Водители, находясь в состоянии опьянения, не могут адекватно оценивать обстановку на дороге. Скорость реакции замедляется, а вождение становится рискованным. Эти факторы сказываются на безопасности дорожного движения и приводят к серьезным последствиям, порой летальным. Такие рейды гарантируют снижение управления транспортным средством в нетрезвом состоянии водителями. Наверное, начнут бояться, может быть, этих рейдов. Сотрудники госавтоинспекции уверены, информирование водителей о возможных посредствиях вождения автомобиля в нетрезвом состоянии не бывает лишним. Уровень ответственности растет, когда напоминаешь людям, какую цену придется заплатить за такую беспечность. И разговор здесь прежде всего не о деньгах. Да, в телеграмме открывается приложение госавтоинспекции. И все мероприятия, которые проводятся нами, здесь вы можете ознакомиться с ними, в том числе и безопасность на дорогах. В ходе проведения рейда было проверено более 70 автомобилистов. Нетрезвых водителей не выявлено. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, за вождение в нетрезвом виде нарушителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. В этом году на территории Ленинского округа в рамках госпрограммы формирования комфортной городской среды обновят детские площадки по шести адресам. Также две территории будут обустроены по программе губернатора Московской области. На одной из них на улице Школьной побывала наша съемочная группа. Подробности у Инги Инчук. По адресу Школьная 83 уже установлены тренажеры для занятий, залит асфальт под резиновое покрытие. Именно на этом месте будет расположена площадка, концепцию которой жители выбрали самостоятельно. Проект площадки, выбранный жителями, называется «Сказочный лес». Все дело в том, что игровое пространство интегрировано в природную ландшафтную среду. В концепцию площадки входит один центральный большой элемент – горка, несколько видов качелей, качели-балансир для детей помладше и большая песочница 20 квадратных метров, которая немножко отделена от самой детской игровой площадки. Местный детворе проект тоже пришелся по вкусу. Пока позволяет погода, во дворе ребята проводят все свое свободное время и новую площадку ждут с нетерпением. Мы играем с ребятами здесь очень долго, много. На тренажерах тоже занимаемся, спортом. Поэтому еще ближе будет площадка тут. И спортом позанимаешься и поиграть. Я очень рада, что здесь будет новая площадка, ведь все дети получат интерес, ведь тут будет огромная горка. Это просто здорово для моего брата, для меня, для всех здесь, кто живет. Это будет полный переворот в площадке, потому что и тренажеры здесь, и футбольное поле, где можно в баскетбол, футбол позаниматься. И тут еще и площадка. Все работы планируют завершить к началу сентября, а новая благоустроенная территория станет отличным подарком жителям ко дню города Видное. Инга Янчук, Евгений Бех, Максим Константинов, Видное ТВ. 20 июля в Центральном парке города Видное состоится областное мероприятие «Ночь в парке». Самое яркое и незабываемое молодежное событие этого лета. Гостей ждет выставка репродукций картин, лаунж-зона, кинопоказ, большая дженга, развлекательная программа «Голос улиц», интерактивная зона для съемки видео «Неоновая ночь», маркет «Видные мастера». Также все желающие смогут попробовать себя на мастер-классе по сальсе и бачате. Завершится праздник пенной дискотекой. Начало в 19.00. О том, какие еще интересные мероприятия нас ждут в выходные дни, расскажем в рубрике «Афиша». В субботу 20 июля историко-культурный отдел Дворца культуры «Видное» приглашает на краеведческий маршрут по территории усадьбы Тимохова-Саласкина. Начало мероприятия в 16.00 у главных ворот по адресу город «Видное», улица Школьная, дом 79А. Обращаем ваше внимание, что при неблагоприятных погодных условиях экскурсия может быть перенесена или отменена. Также в субботу в центре досуга «Картено» пройдет мультипутешествие «Пиратская академия». 20 июля в жилых комплексах «Южная Бица» и «Восточная Бутова» состоится игровая программа в рамках всероссийской акции «Культурная суббота. Сказки народов России». Начало в 16.00 в «Южной Бице» и в 17.30 в «Восточном Бутове». Не пропустите. Желаем вам приятных выходных. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok